Ну и не отходя далеко от кассы, как говорится, продолжаем соревнования и закрывают соревновательную программу этапа Кубка Мира в Ташкенте, упражнение с булавами и обручами у групповичек. Команда Узбекистана первая. 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 Это упражнение мне, кстати, понравилось больше, чем с пятью мячами у команды Узбекистана. И тут хотя бы, скажем так, понятна задумка, потому что в первом упражнении к музыке были вопросы, то есть сама компиляция музыкальная. Здесь тоже несколько композиции, по-моему, по-моему, три разные композиции, но они все в одной стилистике, да, понятно, что это национальные мотивы, в том числе они отражаются и в купальниках. Цвет флага там можно, в общем-то, можно увидеть, и национальные цвета, которые в национальных костюмах у Узбекистана просматриваются. То есть тут хотя бы как-то вот задумку, в общем-то, всего происходящего на ковре можно понять, в отличие от того, что было с пятью мячами. Больших, опять-таки, ошибок я не нашла у девочек. Единственное, что у меня вызывает вопросы, это элементы, когда обмен предметами происходит, у девочек постоянно он, скажем, в разброс, да. Кто-то раньше ловит, кто-то позже ловит. Понятно, что где-то это по задумке, возможно, да, то есть разница в высоте подброса, в этажности, скажем так, да, где-то подбросы на верхнем этаже, где-то там на среднем, где-то на нижнем. То есть это все меняется, вот эта вот вертикаль, но по таймингу, да, скажем, когда происходит равный обмен предметами, то есть понятно, что девочки должны одновременно получать предметы в руки. То есть кто-то уже поймал, а кто-то еще ждет там дополнительные 3-4 секунды, пока предмет прилетит. Вот здесь вот несколько таких моментов. Это все влияет на восприятие и кажется, что немножко такая суета как будто происходит, потому что несинхронно они получают предметы. 37,7, оценка не самая высокая, которую они получали, оценка, которая дает определенную фору оставшихся командам. За это упражнение Узбекистана в квалификации была оценка 35,15, это был только третий результат. Сегодня повыше, посмотрим. Перебьют ли эту оценку Оставшиеся команды. Турция. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Законодательный мод Это представительница европейских стран Но в групповых, например, очень сильно Япония Поэтому все-таки говорим о международной арене О мировых лидерах Турция очень сильна в последнее время И на европейском первенстве Они попадали на подиум И мне их упражнения в целом нравятся И они мне, например, нравятся даже больше, чем у команды Узбекистана Как-то это все смотрится гармоничнее Сами упражнения смотрятся гармоничнее, понятнее Потому что упражнения Узбекистана Немножко для меня хаотичные Но это, опять-таки, особенности восприятия, возможно В целом-то этот вид спорта достаточно субъективный И зачастую, когда нет явных ошибок Как мы можем оценивать? Нравится, не нравится Нравится больше, нравится меньше Поэтому вот упражнения Турции Мне симпатичнее, нежели то, что показывали девушки из Узбекистана Но нельзя не отметить, что девушки из Узбекистана справились чище Это факт Поэтому оценка у них будет гораздо выше, чем у Турции В Софии, напомню, это упражнение Также выиграли болгарки Вторыми были японки Третье место было у Азербайджана Ни одна из этих сборных здесь не принимает участие Соответственно, в Ташкенте подиумы в группе будут абсолютно другими Или такими, как в Болгарии Команда Украины продолжает соревнования групповичек Там почти 5 баллов разница между оценками Да, даже больше 6 с лишним баллов разница между оценкой Узбекистана и Турцией Опередит ли команда Украины и Узбекистан Или вклиниться между Узбекистаном и Турцией Опередит ли команда Украины и Турцией Да, потерь девушки начали Причем там такая суета возникла Та девочка, которая должна была поймать обруч Не поймала, в итоге поймала Забрала с пола ее партнерша В общем, там такая серьезная заминка случилась Забрала с пола ее партнерша 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 Ой, и в конце тут едва не избежали ошибок девушки На последней ловле вот этих трех обручей Представляем команду Диана Баева, Мариола Бондарчук, Ева Милищук Ну, кстати, в этом составе мы видели, да, Ева Милищук Которая обычно выступает в индивидуальных видах, да Но здесь поставили в группу Это вот к разговору о том, что команда Украины пока пробует вообще все варианты И относительно личницы, и относительно групповичек Ну, в общем-то, после той глобальной ошибки в самом начале Когда случилась потеря Получается одна потеря, которая вызвала такую цепную реакцию И получилась как бы вторая потеря И потом эти обручи они там распределяли очень долго После этого, в общем-то, больших ошибок не было Вот эта заминочка в конце еще на ловле трех обручей Ну, а в остальном вроде бы чисто Упражнение само по себе очень неплохое И девушки обладают такой вот прям динамикой Вот эта динамика в упражнении Когда они прям все делают с очень хорошей скоростью С очень хорошим настроем, напором Который заложен вот в это лебединое черное озеро Но, конечно, оценку Узбекистана вряд ли они перебьют Поскольку, опять-таки, да, как бы мы не относились К упражнению девушек из Узбекистана Понятно, оно непонятно, нравится, не нравится Но они сделали чище Пока это было самое чистое выступление Так что украинки, скорее всего, они втиснутся между Турцией и Узбекистаном По оценке, к кому они будут ближе К Турции или к Узбекистану Узбекистану пока сложно сказать Ну, сейчас посмотрим 32 балла Три десятые То есть они ближе, мы понимаем, все-таки к Турции, да, по оценке Место второе, но оценка невысокая И это дает шанс, в том числе и нашей команде Не просто, скажем так, подвинуться И втиснуться между Узбекистаном и Украиной уже, да Но и обойти Узбекистан Потому что оценка-то Узбекистана не супертоп И если наши девушки сбегут ошибок Все сделают чисто То все будет Удачи Нашим девчатам ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Очень сложно уследить Где кто что поймал Но тем более что Отмечу режиссер Не всегда это прям идеально четко срабатывает Иногда там одну гимнастку Он упускает Из поля зрения Беря какой-то не совсем понятный план Поэтому может быть что-то даже и за кадром осталось Надеюсь что нет И надеюсь что все четко, слажено Очень сложное упражнение В принципе то и с мячами Упражнение хорошее и сложное Но это упражнение гораздо сложнее И очень много интересных находок По обручу Отбивы обруча Были какие-то абсолютно сумасшедшие И вот то что я отмечала Чего не хватало девочкам из Узбекистана Когда одна ловит позже Другая раньше На разных уровнях Вот здесь синхронный обмен предметами Он на одинаковой высоте Одинаково по времени Очень четкий обмен предметами всегда В этом девочки конечно огромные молодцы Ну и молодцы что настроились После обидной Очень досадной потери На пяти мячах Где они в общем-то вправе были рассчитывать на золото Но вот эта досадная ошибка в конце Лишила их по сути золотой награды Собрались, настроились И все сделали чисто во втором упражнении Надеюсь что здесь судьи По достоинству оценят 38 с лишним 38.65 Ну честно говоря я думала что ближе к 40 баллам Будет что-то там Поднаходили Поднаходили, поднашли И немножко пожадничали Такое ощущение Судьи Удерживая Придерживая баллы Поскольку еще ряд команд Будет выступать Посмотрим На чемпионате Европы Отмечу в этом упражнении Чемпионками как раз таки стали Турчанки Которые завалили сегодня Свое упражнение Вот это европейское Золотое упражнение Которое принесло им Столь значительный успех Ну а команда Израиля На Европе Выиграла многоборье Субтитры создавал DimaTorzok 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 Еще вообще первая ассоциация Которая пришла после очередного Просмотра этого упражнения Субтитры создавал DimaTorzok 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 Команда Мексики Которая без того же прыгнула выше головы В многоборе, заняв четвертое место Что касается этого упражнения В квалификации они за него получили 30 баллов 95 сотых Это был четвертый результат Продолжение следует... 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 Тут все угадывается очень хорошо, и это как раз-таки вот к этой второй составляющей оценки, да, где все-таки упражнение должно быть понятным, прозрачным, угадываемым, да, иногда то, что делают гимнастки, не совсем понятно, да, вот то, что мы отмечали у команды Узбекистана, как бы они стабильно не выступали, хорошо и здорово, и в этом, девчонки, еще раз повторюсь, молодцы, да, но иногда очень сложно понять, а в чем задумка, а что это за мелодия, о чем говорят купальники. Здесь все воедино, здесь и хореография, и костюмы, купальники, и какие-то даже полуакробатические элементы, когда девочки там спрыгивают с плечи друг друга в таких каких-то воинственных позах, да, все это хорошо читается, угадывается. Другой момент, что они могут, как мне кажется, они могут добавить в артистизме, учитывая горячую мексиканскую южную кровь, они немножко так сдержанно смотрелись в этом выступлении, они выступали почище с этим упражнением, и поярче с этим упражнением, и когда они вот прям складываются, все пазлы воедино, это упражнение смотрится очень круто. Сегодня, возможно, до своего вот этого уровня крутости они немножко не доработали, но в целом хорошо прошли. Четвертое место на данный момент, 32 балла, 65 сотых, это, кстати, повыше, чем они получили в квалификации, и остается две сборные, две команды, команда Казахстана и Испании. Способны ли эти команды как-то вмешаться в распределение места на подиуме, это вопрос, потому что, с одной стороны, команда Казахстана это, в принципе, не топовая команда, с другой стороны, Испания вроде бы топовая с большими традициями и наследием, но это новые девочки, новая группа, еще не совсем, наверное, сложившийся коллектив, поэтому сложно предположить, что будет. Давайте просто смотреть, наблюдать и констатировать факты. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Европы, который пройдет в Варне, в Болгарии. После этого там останутся в календаре некоторые этапы челлендж-капа. Это второй уровень, да, не World Cup, не Кубок Мира, а челлендж-кап. Возможно, наши девочки будут, я так думаю, выступать в Минске на минском этапе, который произойдет со 2 по 4 июля, но затем уже наверняка отправятся на Олимпиаду в Токио. Вряд ли будут заезжать еще в Москву на челлендж-кап, который с 9 по 11 июля будет. Хотя, возможно, после Москвы отправятся в Токио, но полагаю, что, скорее всего, после Минска. Действительно, седьмое место команда Казахстана получает. Ну и последние групповички испанки, не очень удачно выступившие в упражнении с пятью мячами, там тоже у девочки в конце случилась потеря, поэтому наверняка расстроены результатом и наверняка хотят проделать работу над ошибками и выступить максимально здорово в оставшимся упражнениях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, то, что я говорила относительно девочек из Казахстана, конечно, ощущается и у испанок. Так чувствуется, что не так давно они вместе выступают, иногда даже так не совсем чувствуют свое место на ковре, скажем так, сбиваются в кучки в тех моментах, скажем, где это не совсем предусмотрено. Да, пока девочкам, конечно, по уровню до тех времен, когда Испания претендовала на награды, еще далеко и далеко, и много им еще нужно выступать, соревноваться для того, чтобы набираться опыта. Это понятно, что оценка испанок влиять уже ни на что не будет, и наших девушек мы можем поздравлять с золотом, и я это с удовольствием делаю, поздравляю наших девчонок с золотыми наградами в упражнении с обручами и булавами. Поздравляю Анастасию Салас и Алину Горносько с отличным выступлением, Алину с золотом, Настю с очередными наградами, девчонки молодцы. И в целом этот этап Кубка Мира в Ташкенте удался. Поздравляю девчонок и их тренеров, и надеюсь, что следом в Баку выступят они не менее здорово. Уже в Баку мы с вами и услышимся. Награждения и результаты оставшиеся вы сможете посмотреть на Беларусь 5 интернет, но я с вами буду прощаться. Спасибо за внимание и до встречи на этапе Кубка Мира в Баку.